Привет, народ! Сегодня вторая часть нашей прогулки по дворцу великого правителя Шейха Зайда. Ставим лайк, подписываемся, погнали! Ну вот мы с вами выходим с правого крыла, идем глянем, что там влево. Прекрасные кусочки истории Эмиратов. Так изображались бедуины, племя кочевников, которые умели найти воду в пустыне, были отличными охотниками. Ястребы, птицы, которые любят и уважают. Кстати, у многих семей действительно такие птицы есть. И 12-классники часто приносят на День Арабских Эмиратов такую птицу из своего дома. В специальной рукавичке, вот так вот держат ее. Сейчас, да, вот так вот ее держат, все подходят и фотографируются. Где-то у меня была такая фотография. Здесь просто зеленый уютный дворик, который заканчивается, и никаких особых достопримечательностей здесь нет. Поэтому просто постоим, полюбуемся на этот прекрасный дворик. А, кстати, этот дворец строился из местных экологически чистых строительных материалов. Ну, в том числе глина. Потом были гипсовые камни. Саман. Это такой кирпич из глинистого грунта с добавлением соломы. Возможно, еще и пальмы и других волокнистых материалов. А также пальмовые деревья были использованы для крыш и потолков. Вот это я все читала в книге про этот музей. Сейчас пойдем во двор уже. Видите, там стоит машинка Land Rover. Сейчас я вам покажу ее поближе. Вот, идем бы к Land Rover. Через зеленый прекрасный дворик. Кстати, вот видим, что висит. Специальные кувшинчики, глечики, в которых наливалась вода. Можно было подходить и пить. И вон тоже вдали висят такие глечики. Сейчас смотрим, что это у нас. Конечно, это Land Rover, принадлежащий к Шейху Заеду. Вот какие машины были у Шейхов до того времени, как они пересели на Ferrari, Bentley, лимузины и другие. Обычный Land Rover, на котором Шейхзайд ездил смотреть свои окрестности и помогать людям. Вот парнишки сидят, кушают. Не будем их отвлекать. Вот вход, через который мы входили. Ну, вот сколько глечиков. Все, можно подходить и пить. Глечики посмотрели. Идем дальше. Что у нас здесь находится? Ага, это Манжелис. Манжелис это комната, где проходили беседы, совещания. И до сих пор, кстати, если получится, я сниму видео, когда буду завтра в зал ехать. До сих пор стоят такие Манжелисы, где есть туалеты, кондиционеры, туда приносят напитки. Просто стоит такой шатер перед домом, и там приходят и сидят гости. А мы идем, простите, по зеленой травке. О, школа. Школа здесь. Ага, я точно знаю, что здесь должны быть оригинальные парты и черная доска, за которой занимались сыновья Шейхазайда. Вот оно, кстати. Один визитор. Ну, мы не нарушаем ее одна. Вы со мной. Да, вот, вот, вот парты. Оригинальные столы, где сидели молодые шейхи и учились. Лампочка, ставни. И вот черная доска. Вот та самая черная доска, на которой писали задания для молодых шейхов. Лавочки самые обычные. Никаких изящностей, никаких айфонов, айпадов. Самая обычная комнатка. Ага, и класс священного Корана. Холи Коран класс. Ага, здесь такие красивые, разноцветные подушечки. Вот небольшая комнатушка. Священное писание. Наверное, здесь сидел учитель. А здесь сидели ученики. Вот, изучали священное писание Коран. Все, выходим. Выходим из здания школы и направляемся вперед. Где-то должен быть огромный шатер шейха Заяда. И также его комната с оружием и красивыми голубыми диванчиками. Я это помню. Очень хочу вам это показать. Вы слышите, как птички поют? Тоже слышите? О, да, помню, здесь автомат был с газировочкой. А сейчас что здесь? Думала, маски не. Кстати, кофе здесь вкусный. У нас такой же кофейный автомат стоит в школе. Водичка, газировочка. Ох, и великий шейх Заяд. На верблюде и с ястребом. Ох, как красиво здесь. Просто классная зелень. Ну, вот он, знаменитый шатер шейха Заяда. Идемте посмотрим. Тоже вдали иглаечек на дереве висит. Зачем-то включили освещение. И так хорошо видно. Спасибо. Сейчас зайдем внутрь шатра. Увидим, насколько там много подушек. Вот сейчас освещение уже в порядке. Вот здесь такие угли. Думаю, что здесь был кофе. Хотя вон и там стоит такая штучка, чтобы делать кофе. Вообще должна быть специальная кофейная комната. Я про нее читала. Возможно, сейчас мы ее увидим. А оттуда уже кофе разносился по всему двору. Думаю, и запах разносился, и кофе разносился. Вот такая вот такие кофейнички. Очень вкусный арабский кофе именно из таких чайничков-кофейничков. Я много раз пробовала на всяких интересных событиях, в том числе и в Оазисе была на представлении. Надеюсь, сходить еще раз, чтобы показать вам или найду видео. Вот такой вот дворец. Кому нужно, кстати, знать, туалет вот здесь вот. От шатра направо. Зелень. Красивая зелень. Зелены пальмы. Красота. Вот уже более-менее начинается погода. А это гранаты висят. Сейчас увидите. Постараюсь приблизить. А уже и так видно. Я просто подойду. В Турции таких много, помню, деревьев. Это птички, наверное, склевали. Приятного аппетита. О, где ж ты, Турция? Где ж ты, мойл-инклюзив? Коронавирус все прокакал. Сейчас пойдем. Думаю, здесь должна быть кофейная комната, кухня обязательно должна быть. Сейчас мы все найдем. Вот, идем сюда. Что это у нас такое интересное? Вот, похоже, что-то на кухню, что ли. Три визитора максимум. Хорошо, что это такое-то? Непонятно. Ну, войдем. Ага, это один из манжелисов, я думаю, так. Потому что здесь кровати нет, есть только место и подушки, чтобы попу преклонить, сесть и завести беседу под вкусный арабский кофеек. Да, возможно, еще с кальянчиком и ружбайка наверху. Нет, это не кухня. Так, пошли искать кухню. Кстати, вот тоже очень красиво показано, как стоит в этом кувшинчике кофе. Кстати, очень классный сувенир. Продаются такие кувшинчики. Если у вас нет перевеса, берите, берите это в сувенир. Не забываем. И так здесь сабля висит. Конечно, это комната шейха Зайда для манжелисов. Ну, мы идем искать кухню. Выходим, идем, смотрим, какие еще помещения во дворце есть. Творец такой уютный, ну, большой, большой. Ага, комната для рабочих. Вот так вот. Ну, дверь такая железная, красивая. Идемте посмотрим. Вообще как-то не алло. Тут, наверное, было что-то. Явно не спальная комната. Рабочих, наверное, было много. Но что-то я не понимаю. Наверное, здесь какая-то утварь стояла. То есть вот все, что в комнате находится. Тарелочка, тарелочка. Как поднос даже, я бы сказала, с узорчиками. С узорчиками вытертым временем. Две лампочки. Красивый орнамент на шкафчиках. Или даже вентиляционная, наверное. И пустая корзиночка. Что-то не то. Вышли мы, идем налево. Вот, шатерчик еще покажу. Вот, огроменный. Вот здесь еще какие-то комнатки есть. О, VIP room. О, только про All Inclusive сказала. Да, VIP room. Кому VIP, ребята, вам сюда. Сейчас вот посмотрим, что такое VIP room. Идем налево. Не знаю, почему налево. Наверное, потому что VIP room. Один визитор. Все, не нарушаем. Заходим. Ну, мне нравится. Вот сундучок. И сабелька мне нравится. Даже очень. С арабской надписью. И вот такая кровать. Очень похожая, какая в спальне была у шейха Зайда и его жены. Ну, вот VIP room. VIP room по меркам шейха Зайда. Вот, нормально. Не надо хвастаться богатством. Идем в другой VIP room. Вот кровать есть. Сабля есть и хватит. О, это, наверное, женский такой. Нет, это такой, это манжелис, наверное. Здесь не VIP room. Здесь, я так думаю, наверняка подружки шейхи приходили. Потому что цвет очень такой, очень-очень приятный, но женский. Интересно. Хотя вот и сабелька. И ружьишка висит. Вот так вот здесь могли человек 10 пить кофеек, да наслаждаться. Так, ну вот сюда зайдем, последняя VIP room. А здесь уже спальня, здесь уже как отражение. Ой, ящерка, если вы видите, бежит. Ай, хвост застрял. Оп, убежала. Вот такая я спугнула ящерку. Сабелька с надписью и такое же зеркальное отражение, как и было в первой VIP room. То есть так как, может, гости приезжают, между ними этот манжелис, чтобы они просто сидели, отдыхали. Ну, как туристы обычно выходят из номеров посидеть в зоне Wi-Fi и напитков. Хорошо. Идем искать комнату шейха Заяда. А мы с вами выходим во двор. И сейчас мы направляемся в гости к шейху Заяду, в его частный манжелис. Частный сектор, видим, написано. Пошли, зайдем. Так, все, я знаю, эта комната здесь. Большая, шесть человек можно. Итак, заходим. Вот она. Красота, да? Ох, кстати, прошу заметить, здесь хорошо охлаждает кондиционер. Такой необычный, деревянный. Очень хорошо, а то я нагрелась. Итак, сейчас покажу вам ее слева направо. Ой, ковер, кстати, знаете, что мне напоминает? Ковер в голубой мечети в Стамбуле. Кто был, поставьте лайк, пожалуйста. Мне будет приятно, я там была. Ой, здесь тоже красота какая. И здесь кондиционер работает. Спасибо большое. Так, пойдем слева направо, будем рассматривать. Как обычно, арабская вязь напоминает арабский ножик и знаменитые высказывания шейха Заяда. Дальше лампочки и ружья. Шейх Заяд был великий охотник. И ружья, конечно, сабли неотъемлемая часть его дома. Здесь висит важная фотография. Шейх Заяд с королевой Елизаветой. Какой он еще и красивый мужчина все-таки. Действительно, великий президент, красивый мужчина, просто отличный человек. Шейх Заяд. Вот снова на картине он с ястребом. Повторюсь, это большое значение та птица имеет для Арабских Эмиратов. Фух, наверное, сяду передохну. Благо, здесь можно сидеть и отдыхать. Просто наслаждаемся видами. Вот такой вот здесь был совет. Да, кругом стоят диванчики. Можно видеть лица. Никто не спит, как на сессии депутатов. Никто один за одним не прячется, никто не сидит. А если что, он на стенах сабли и ружья. Самая, пожалуй, удобная форма наказания, если кто-то не слушает великого шейха. Кофеечек. Да, кстати, в таких чашечках и приносят. Я часто выпиваю таких штучек шесть. Арабский кофе, он такой рыжеватый, очень вкусный. Будете в Эмиратах, обязательно попробуйте. И я очень надеюсь, что вы будете. Вот такая комната великого шейха Зайда. Выходим из большого-большого Манжлиса шейха Зайда. Идем, посмотрим, что-то еще есть здесь. Только один визитор, значит, комнатка маленькая. Интересно, стоят столы, часы. Я даже не знаю, что вам сказать честно. Кондиционер работает, шкафчик. Вот, возле Манжлиса вот такая комнатка со столами с тремя. Непонятно, что это. Обучение. Либо, возможно, кто-то сидел, слушал через вот эту вот дверь. Вот эту вот дверь все слышно. То есть там вот комната с голубыми сидениями. И, возможно, записывали. Вот это вот, наверное, более реально. Да, даже не написано, что за комнатка. Интересно, интересно. Идемте дальше. Будем спускаться со второго этажа. Есть еще первый этаж налево. Мы там еще не были. Кстати, сейчас пол шестого. И солнце уже начинает заходить. Ага, вот мы идем сюда сейчас. Что это вот такое? Кстати, еще есть лесенка на второй этаж. Но она перекрыта. Входа туда нет, поэтому мы не пойдем. Очень похожая комната. Тоже шесть визиторс. Очень похожая комната на ту, что была вверху. Только красная. Назовем ее красная комната. Ага, честно говоря, не помню. Все мои пять раз меня впечатляла комната шейха Зайда с голубыми сидениями. Здесь все просто в красных тонах. Вот такие вот кофейнички продаются в сувенирных. Очень красиво смотрятся. И действительно вкусный кофе. Заливаешь кофе, настаиваешь. А вот древние. Вот такой вот древний ножик, про который он говорил арабский. Ружье. Подозреваю, все это точно шейха Зайда. Пряжки. Ага, интересно, интересно. Но это, как вы понимаете, это не частный манжелис. Поэтому, вероятно, со всеми гостями, которые были очень именитые, шейх Зайд заседал в голубой комнате. А вот в красной, но тут, часто, интерьер чуть-чуть похуже. Вот фотографии шейх Зайд и ястребы. Ух ты! Значит, это радио такое было в 60-х, 70-х. То есть тут уже не просто беседы заводили, слушали музыку. А вот на картине я точно узнаю справа. Это первый шейх Зайд. И слева это, похоже, султан Зайд, сын, отец шейха Зайда. То есть дед и отец шейха Зайда, первого президента Арабских Эмиратов. Все семь эмиратов шейх Зайд объединил. Последними, как я уже упоминала, добавились Рас Эль Хайм. Добавился он к Дубаи, Абу-Даби, Шарджа, Аджману, Фуджере и Эль-Умкуэйт. Такой эмират тоже есть. Тоже красивая комната, но выглядит она немножко по-другому. Действительно, такая красная, а вот такая голубая. Прикольно. Все, выходим во двор. Выходим, идем налево. Что у нас налево? Налево у нас, похоже, уже все достопримечательности закончились. Это офис, но он закрыт. Один визитор. Мы можем попробовать натолкнуть. Ой, нет, открыт, можно заходить. А, офис, помните? Там тоже такой офис был. Я еще подумала, такой офис, где сидят трое людей, пишут за тремя столами. Опа, офис. Вот приемная. Вот так выглядит приемная шейха. Офис. Ну, нынешние бизнесмены, президенты, прокомментируйте, пожалуйста. Как вам офис шейха Заяда? Офис. Ну, зато он поделился. Вот дворик, в котором мы уже были. Наверное, вам из-за солнца не очень видно было. Один посетитель есть. Вот такая сегодня у нас с вами была экскурсия по великолепному дворцу великого человека, который просто взял и поделился. Кому было интересно, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И не расслабляйтесь, еще будет много выпусков. До скорых встреч! Сегодня была вторая часть про шейха Заяда. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь. И я вам желаю, чтобы с вами так делились, как шейх Заяд поделился. Всем добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!